МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня я расскажу вам историю о кактусе. О кактусе? Ну, ты уже, по-моему, что-то нам рассказывала о кактусе. Правда, я не помню. Может быть, что-то и рассказывал. Но я уверен в том, что и из этой истории можно узнать много нового о кактусах. Ну, хорошо, давай рассказывай. Вся эта история произошла на подоконнике. В одном цветочном горшке росла фиалка, А рядом в горшке рос кактус. Ты будешь фиалкой. Ну, в этот раз мне повезло. Хоть фиалкой. Ты уже... Будь уже ей. Вот смотрю я на тебя, кактус. Это я, кактус? Бесполезное ты растение. Это почему же? Красоты в тебе никакой нет. Вот я цвету, а ты... Я тоже, бывает. Бывает. Редко и недолго. Ну, у меня так получается. Получается. Ничего у тебя не получается. Вот то ли дело я. А что ты обиделся, кактус? Я цвету. А вот есть такие кактусы, Из плодов которых делают конфеты и мармелад. Насмешил. Это кто же станет есть колючие конфеты и колючий мармелад? Они вовсе не колючие. Они вкусные. У некоторых вкус малины, У некоторых вкус персика, У некоторых голубики. Выдумываешь ты все. У тебя вон ничего, кроме колючек, нету. Между прочим, колючки некоторых кактусов приносят пользу людям. Какую такую пользу? Колют их, что ли? Из них делают гребни и щетки. Ой, не могу. Щетки и гребни. И кому охота себе голову кактусом колоть? Между прочим, из высушенных стеблей некоторых кактусов делают прочную легкую мебель. Мебель? Ну, это же надо. Представляю себе человека, сидящего на табурете из кактуса. Ой, насмешил. Да напрасно ты смеешься. Вот стоим мы на окне. И что? И стоим. А вот из стеблей некоторых кактусов делают оконные рамы. Где? Где делают? В Мексике, например. Мексика. А что такое Мексика? Это страна такая, в которой очень ценят кактусы. Да? Но мы не в Мексике. Это точно. И я очень скучаю по родным. А я не скучаю. Я просто цвету. А ты знаешь о том, что в Мексике бывает очень жарко? Не знаю. Не знаю и знать не хочу. А мы, кактусы, можем переносить жару. Мне это совершенно неинтересно. Так сказала фиалка, и разговор закончился. Но как-то раз хозяйке пришлось на какое-то время отлучиться из дома. Поэтому она не поливала цветов. А цветы стояли на самом солнцепёке. Кактус с трудом, но переносил жару. Потому что имел запасы влаги внутри себя. А вот фиалка. А фиалка буквально погибала от жары. Кактус был хоть и колючий, но совсем не злой. Он хотел поделиться с фиалкой запасом воды, но не мог. Хорошо, что хозяйка успела вернуться и полила растения. С тех самых пор фиалка и кактус подружились. Кактус даже предположил, что фиалка тоже может быть чем-то полезна. Потому что нет на свете ничего глупого и бесполезного. Ну, конечно, в каждом есть что-то. Я вот подумал, что надо будет больше узнать о фиалках. Ну, конечно. Вообще о цветах можно узнать много интересного. Сейчас нам только пора прощаться. До свидания, ребята. До свидания, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok